Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Соединенные Штаты ввели санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, которые были вовлечены в глобальный сговор с целью обхода санкций в интересах российской элиты, и среди которых есть гражданин Латвии. Санкции применены к Андрею Браденсу, который также известен как Андрей Церенок и руководит компанией Pullman Global Solutions. Служба госбезопасности в конце ноября передала в прокуратуру для начала уголовного преследования материалы расследования о нарушении гражданином Латвии запретом на службу вооруженных силах России и его участие в войне в Украине. По информации СГБ, человек заключил договор о военной службе с вооруженными силами России. Пока то одна, то другая партия оппозиции заявляют о готовности участвовать в формировании новой коалиции, правительство не может позволить себе политическую нестабильность, заявила премьер-министр Эвика Сейлани. Она напомнила, что страна находится в сложной ситуации, учитывая географическое положение Латвии. Латвия на данный момент не внесла финансирования для выплаты зарплат работникам совместного предприятия РБРЛ. Зарплаты выплачиваются из литовских, эстонских и европейских средств, заявила член правления совместного предприятия стран Балтии РБРЛ Китти Грушкевича. Со следующего года на 10% вырастут ставки налога на эксплуатацию транспорта. При этом платить его за текущий год нужно будет до 31 января будущего года. До сих пор налог за транспорт можно было заплатить в любое время, но до прохождения техосмотра. С 1 января будет повышена пошлина за пользование дорогами, что должно принести 25 млн евро в год. Относительно более высокая ставка предусмотрена для транспорта с более высокими выбросами и виньетками на более короткий период времени. Так, для транспортных средств с полной массой от 3,5 до 12 тонн при уровне выбросов евро 0,1 и 2 дневной тариф составит 15 евро, а недельный – 37 евро. А с евро 4 и ниже дневной тариф будет 7 евро, а недельный – 18. За минувшие сутки за рулем транспортных средств были остановлены шестеро водителей, у которых концентрация алкоголя в крови составляла не менее полутора промилле. При такой степени опьянения грозит, помимо штрафа, конфискация машины. На минувшей неделе в Латвии немного увеличились темпы распространения гриппа, которые, тем не менее, пока остаются низкими. На минувшей неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 42 случая гриппа, что на 19 больше, чем недели ранее. Число случаев заболевания COVID-19 снизилось, но за 9 недель от этого заболевания умерло 52 человека. Сегодня около полудня из торгового центра Олимпия на улице Азенас в Риге была проведена эвакуация посетителей. По оперативной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. При осмотре здания было установлено, что на подземной парковке загорелся кусок ткани площадью полквадратных метра. Латвия Зинес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.